Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – обстоятельства радости и горости. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге. «Ва илфтаэддана раббукум ла иншакартум ла азиданнакум». Вот ваш Господь возвестил, если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого нется товарища. И свидетельствую, что наш Господин Прорук Мухаммад – его раб и посланник. Да благословит Аллах Прорука Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, одна из норм, которые предписал всемогущий Аллах среди своих рабов, состоит в том, что жизнь вращается между радостью и горостью, облегчением и затруднением, удовольствием и гореем. При этом, люди веры находятся во всех этих условиях между терпением и благодарением. Посланник Аллаха, мир ему благословение, сказал, сколь удивительно положение верующего. Поистине, в его положении все является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом. Среди прекрасных действий всемогущего Аллаха, то, что он, слава ему и величие, приносит радость после горести, а также облегчение после затруднения. Всемогущий Аллах говорит, Так, если круг стал узким, то он обязательно потом расширится, а также одна тягость никак не сможет победить два облегчения. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, говорится, помощь приходит после проявления терпения. Радость после скорби, а облегчение после тягот. Кто глубоко размышляет над жизнеописанием пророков мир им всем, тот застанет этот смысл ясным. Например, пророк Яков, мир ему, потерял самого любимого для него сына, пророка Юсуфа, мир ему, затем потерял своего второго сына много лет спустя, пока он не потерял свое зрение из-за плача и горя, из-за разлуки со своими двумя сыновьями. Но он не потерял надежды. В священном Коране словами пророка Якова, в мире ему рассказывается, О сыновья мои, вступайте, разыщите Юсуфа и его брата, и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие. В последствии к нему пришло облегчение от могущественного Аллаха после невзгод и тягот. В священном Коране говорится, Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его лицо, и тот прозрел. Он сказал, Разве я не говорил вам, что мне известно от Аллаха, то чего вы не знаете? Всемогущий Аллах спас своего пророка Юнуса, мир ему, от мрака моря, ночи и черева кита, превращая трудность в легкость, а горесть в радость. Достославный Аллах изрек, Помяни также человека в рыбы, Йону, который ушел в гневе и подумал, что мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака, Не божество кроме тебя, предчисты, воистину, я был одним из беззаконников. Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. Кроме того, величественный Аллаха дарил пророка Закария, мир ему, сыном, после того, как он стал престарелем, его кости хрукни, мясо дряблем, а голова серой. Всевышний Аллах ответил на его мольбу. Тогда Закария возвал к своему Господу, сказав, Господи, одари меня прекрасным потомством от себя, ведь ты внимаешь в мольбе. Когда он стоял на молитве в молельне, ангели вызвали к нему. Аллах, радуй тебя вестью о Йоанне, который подвердит слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из-за числа праведников. Кто размышляет над текстами исламского шариата, тот обнаружит, что Всевышний Аллах создал двери и ключи к облегчению, в том числе постоянная богобоязненность, обращение к Всевышному Аллаху с мольбами и поминание Аллаха. В священном коране говорится, Потому что боится Аллаха, он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Аллах доводит до конца свое дело. Аллах установил мир для каждой вещи. Кто отвечает на молбу неждающегося, когда он взевает к нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли. Если Бог кроме Аллаха, мало же вы поминайте назидание. Пасханник Аллаха, да благословите его, Аллах и приветствует, когда его беспокоило что-либо, говорил, Нет Бога, кроме великого и кроткого Аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха, Господа великого трона. Нет Бога, кроме Аллаха, Господа небес, земли и благородного трона. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также повидал, Если тот, кого постигла грусть, или беда, или болезнь, или какое-либо затруднение, скажет, Аллах мой Господь, нет у него сотоварища, то она, то есть молба, избавить его от всего этого. Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье и сподвижникам, и всем, кто наилучшим образом посидовал за ним вплоть до Судного дня. Дорогие единоверцы, как же прекрасно для человека постоянно поминать всемогущего Аллаха во времена радости и горести, а также во времена скорби и благополучия, и не быть одним из тех хадистов, которых священный Коран предупреждает, поскольку они забывают о поминании всемогущего Аллаха в состоянии благополучия и не благодарят его за его милости. В священном Коране говорится, Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному. Когда же он предоставляет ему благо от себя, человек забивает то, ради чего он взявал прежде, и равняется Аллахом других, чтобы сбить других с его пути. Когда людей касается зло, они начинают взявать к своему Господу, обращаясь к Нему с раскаянием. А затем, когда он дает им вкусить милость от Него, части из них начинают приобщаться товарищей к своему Господу. Когда беда постригает вас в море, вас покидает всех, кому вы взявали, кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Воистину, человек неблагодарен. Когда человека поражает горе, он взывает к нам, и лежит на боку, и сидя, и стоя. Когда же мы избавляем его от напастей, он проходит, словно никогда не взявал к нам по поводу постигшего его несчастья. Вот как приукрашено преступникам то, что они совершают. Скажи, кто спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно, говоря, если Он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны. Все эти аяты описывают о состоянии тех, кто обращается с мольбой к Аллаху Всемогущему во время невезгод и бедствий, и когда Аллах встранит с них вред и страдания, они вернутся к своим плохим деяниям. Как же нам нужно быть благодарными Всевышнему Аллаху за Его милости во время радости, проявлять терпение во время горести и испытания, а также постоянно поминать Его во времена радости и горести? Посланник Аллаха да благословит Его Аллах и приветствует изрек. Пусть тот, кого порадует, что Аллах Всевышний, ответит Ему во время бедствий и печалей, как можно чаще обращается к Нему с мольбами в благоденнистве. Посланник Аллаха да благословит Его Аллах и приветствует, также сказал, помни об Аллахе в благополучные дни, и Он не оставит тебя в трудные дни. Наш господин Абуд-Дарда да будет доволен им Аллах, тоже сказал, молись Аллаху в день утешения, и Он ответит тебе в день бедствия. О Аллах, избавь несчастных от их горести и дай нам всегда благодарить Тебя за Твои милости и благословения. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok